Напомню своим зрителям, что уже год и два месяца, 24 часа в сутки, без перебоя, мне вещают в голову пси-операторы, что разрушило мою жизнь, здоровье. Теперь у меня нет отношений с девушкой, у меня не осталось друзей, с которыми можно общаться. По понятным причинам я теряю родителей. Потому что, несмотря на испыток информации в сети, которую я пытаюсь постоянно предоставить им к изучению, они как заговоренные говорят о врачах, и все свободное время их зомбирует телевизор. Я подозреваю, что на них также оказывается влияние, просто ощутить они его не в состоянии, как не в состоянии будут ощутить большинство наших сограждан в будущем. Из людей, благодаря этим опытам, будут делать безвольных, не в состоянии критически мыслить покорных овец. Пусть каждый пси-оператор знает, что он в будущем тоже под прицелом, как и его близкие родственники. Даже сейчас голоса не умолкают ни на секунду, в два часа ночи, что может говорить о том, что либо терроризм ведется вахтовым методом, либо работают чат-боты в помощь, что более вероятно. На организм оказывается давление, что постоянно зудит голова, судя по всему отчитыванию, а сердечные ритмы сбиты, что болит сердце. Итак, вернусь к началу истории, с чего все пси-пытки начинались. Впервые, когда меня подключили пси-операторы, они называли себя даймондами. Я им объяснил, что матерятся, они обсуждают каждый шаг, а не как демоны. На что они рассмеялись. Чувствовалось, что они чувствуют за собой невероятно уверенность, что их никогда не поймают. Техника действительно удивительная по возможностям. Мало того, что она может читать твои мысли, так и подключенные к ней тоже полностью, как на раскрытой ладони. То есть ты не успеваешь договорить, а тебя уже поняли. Но начну сначала. Это была зима. Начало 2019 года. Под Рождество я услышал первые голоса. Сначала они, казалось, даже стеснялись, настраивали аппаратуру, несоизмеримо с тем, что происходило позже. С какой наглостью, сквернословием и унижением приходилось бороться первые месяцы, а затем и целый год. Мне сказали, что это игра такая, игра в кабалу. Что мне нужно выполнить определенное количество заданий, и меня отпустят. На деле, две недели покорно выполнял все их задания. Видимо, покорность им нужна была, чтобы потом сделать из меня покорную куклу. Наподобие тех, кто участвовал в избиении и судебных издержках. К примеру, я покупал мясной обед с колой или чем-то. Меня заставляли выкидывать еду. Заставляли уезжать на конец города, снимать номер и ждать, когда приедет бывшая девушка Наташа. Причем я не знаю, записан ли ее голос был, или использован чат-бот, либо она сама говорила. Уложили меня в кровать, мол, она теперь будет твоей девушкой. Я спрашиваю, а чего так долго? Ведь говорили, ты такси возьмешь, она. Еду-еду. Просто так долго еду. В итоге они измывались над тем, как меня развели. Естественно, никто не приехал. Но я слышал ее голос. На обратном пути я в полуосенней одежде купился, что мне нужно выполнить эмулятор Путина на встрече. Мол, наложит движение, рукопожатие и так далее на видеомодель. Заставляли ходить влево-вправо, строго по указке. В итоге я побывал в чужом подъезде. Меня заставили звонить в чужую дверь, а смогу шагать в стену, как сбившегося робота. Шел по проезжей части мимо машин. В итоге, уже окоченев, я стоя шагал в ларьке влево-вправо. Мне сказали, что это программа такая, Ангелина. В итоге я услышал ее голос, той девушки, за которой однажды пытался ухаживать. Она сказала, что я ее подвел, что не выполнил задание. Позже в личной переписке она спросила, не бросил ли я курить. Кстати, родители у нее тоже ГУВД и ФСБ. Итак, пси-террористы психологически измывались, как хотели. Использовали отсылки к бывшим девушкам и друзьям. В итоге, после пыток, заставили портфель на полтора миллиона рублей в токенах на бирже, распродая за 350 тысяч рублей. Собрать первые необходимые вещи и с температурой в 38,5 отправили с отцом из города в мороз. Я попросил его уйти как можно дальше, чтобы перестать слышать. Просил, чтобы мы через километров 200 нашли мотель, мне остановиться. Дальше бы я двинулся бы сам. А мне в голову транслировали мысли о самоубийстве. Говорили, что покажут мне, что такое ад на земле. В итоге нас занесло с отцом в кювет. Мы нашли во вьюгу спецтехнику, чтобы вытащили нас. А эти пси-ублюдки, мол, не переживай. Завтра отключим, возвращайся домой обратно. Естественно, я вернулся. И эти пытки продолжаются по сегодняшний день. Интересно, что многим таргет индивидуал ставит условие бросить курить. Это я выяснил с другими потерпевшими. Видать, это влияет на энергетический слепок. Как-то меняется химия крови, и управлять становится сложнее. Та же ситуация с алкоголем. Меня попросили купить несколько бутылок вина, мол, придем знакомиться. Но в итоге сказали, что я их подвел. Все судебные тяжбы по первому избиению говорили прикрыть. Судя по всему, избивающие тоже подключены. Потому как улыбались в суде по поводу вопроса. Они приказывали вам голос в голове. И имеют ли прямое отношение и к нанимателю, и к пси-террористам эти голоса. Из разговоров с пси ясно было, что они лежали вместе в психушке. А на работу пси-террористам, я подозреваю, коррумпированные органы власти в правоохранении, нанимая тех, кого могли посадить за что-то. В большинстве своем попавшихся наркоманов, или убийц, или воров. Потом проводят над ними обработку и заставляют получить справку в психушке. Мол, потом ответственности меньше. Что с дурачка взять? Кстати, один из нападавших имел справку из психушки. А дело завернули. Сами относящиеся к этому пси-терроризму. И тут интересно, что сработала еврейская связочка. И Фивенкин, бывший мент, который был адвокатом и все устроил, судя по всему. Дубинкин, что нарисовал легкую тяжесть восьмого. И Тишкин, судья, что измывался над законом, как хотел. А со мной вел себя, как с обвиняемым. Кстати, его папочку очень часто видно, как он проходит мимо офиса, наблюдает за изменениями. Может быть, проверяет, вменяем ли я по-прежнему, или вообще меня грохнули. Потому что угрожали постоянно. И планы строили целый год. А за этот год, каких только подозрительных лиц не подъезжало к офису. Какие только люди не проходили мимо офиса, говоря вслух те текста, что звучали у меня в голове. Вот почему оно так важно разобраться, кто руководил нападавшими. И почему их так отмазывает органы коррумпированного правопорядка. Измазанными оказались все полицейские, с которыми я имел дело. Прокуратура, СМО, суд. Обоих адвокатов, как я говорил, купили. Последние два месяца, пока шли тяжбы, вообще не брал трубки. И я даже не знал, явится ли он на суд в следующий раз, мой бывший адвокат. А потом вообще перестал посещать судебные заседания. Вот так адвокаты, да? Вот так полиция. Вот так прокуратура. Чую нехило, из каких-нибудь фондов финансируется местная криминальная структура, чтобы отработать систему в будущем для массового рабства людей. Так же, как и других жертв пси-террора, меня всячески агитировали полежать в психбольнице. Но когда я был в облбольнице и попросил почистить кровь, то мне всячески навязали психолога. Даже приезжала неизвестная, откуда-то врач. Также она всячески настаивала на госпитализации. Естественно, в психдиспансер. Вроде бы, как для этой структуры это все решает. Сразу тянут психушку. Будут пытаться делать из вас не в минуту. Мне страшно представить, сколько уже людей купилось на предложение стать иллюминатом или каббалистом, получив справку в психушке и сколько там уже лежат людей, продолжая слышать голоса. Как вы понимаете, лечение, которое может предоставить психушка, лишь убьет окончательно ваши нервы. Сделает овощи. Но они избавят от голосов. На что все и рассчитано. Невменяемые овощи, не способные сопротивляться, да еще и со справкой. Теперь уже легко внушаемые. На что все и рассчитано. По другим видео в интернете вы можете увидеть, как даже радиотехниках или психологов, разбирающихся в этой теме, в наручниках буквально введут психушку, надеясь, что на этом концы в воду. И так на этой драке очень много завязано. В Саратове после того, как ты попадаешь в травматологический случай, тебя отправляют в первую советскую больницу. Удобный вариант. Избить человека, направить его в больницу. А там под видом медсестры проколоть необходимый препарат. К примеру, во время посещения больных. От пункции мозга я отказался. Страшно представить, если шприц с подобным веществом, проводящий эффективнее излучение, а я так понимаю, это либо оксид какого-то проводника, либо какая-то другая ферромагнитная жидкость, возможно, радиоактивная, оказалась бы непосредственно в нервной системе. Что будет, если попадет в позвоночник, страшно представить. Позже, после того, как я отвалялся на больничном, я нанес себе татуировку. Возможно, и с нее все началось. Кто же знает, как на тебя можно нанести маркер. Меня насторожило, что Юджин, тату-мастер, не взялся за работу немедленно, а попросил прийти на следующий день. Еще больше настораживает, что он радиотехникой прекрасно разбирается в радиоэлектронике, так как образование у нее как раз специологическое. Также насторожило, что он является моим соседом сверху, в правом крыле. Сверху надо мной, с краю, я активно покрываю соседей, что стучали по батареям с криками «Мы сведем тебя с ума». Позже эти соседи дважды совали гнилое мясо в вентиляцию, от чего, думаю, пропахнет только офис, но и квартира со всем домом. Естественно, я вызвал полицию, и факт зафиксировали. Даже вызывал специалистов по вентиляции. Но результатов, как вы видите, никаких до сих пор нет. Их ни к чему не привлекли. Первой мыслью, как вычислить пси-террористов, было замерять измерение счетчиков потребления электричества. Эти показания Юджин уклончиво постарался скрыть. Будь я полицейским, я прошелся, наведался бы в управляйку и снял все показания. Но после моих обращений мы всего лишь осмотрели подвал и крышу. Кстати, на крыше еще один сосед, что обкидывал мою машину гнилыми фруктами и пустыми бутылками напротив дом, сразу заметил меня и зашторивал шторы в окон, что дает задуматься. Внезапное увеличение энергопотребления вряд ли можно как-то объяснить, если не использовать специальную технику. Вот первая зацепка для расследования. Я бы замерял электромагнитный фон в доме спецоборудованием. Но кому это нужно, когда тебе сунули денег на лапу или показали корочку и наносали в уши, правильно? Мой компьютер через Wi-Fi был взломом, о чем говорили пропавшие файлы. Я не знаю, как устроен хостинг, но Google постоянно показывает разное место расположения моего компьютера и подключений. Ну и кому проще лазить по твоему компьютеру через удаленный рабочий стол, подключившись к твоему Wi-Fi, как не соседям. Также знаю, что по моему телефону неоднократно лазили, о чем свидетельствует нарушенный порядок расположения фотографий по датам, что сделать в айфоне самостоятельно нереально. А также некоторые файлы были переименованы, судя по всему, хакерам, что пользуются мессенджерами и андроидом. Вообще, имея озадаченному правосудию полицейского, вывести банду пситеррористов на свет белый не является несовершимой задачей, так как они пользуются телефонами, пользуются интернетом, и судя по угрозам Яровой, все эти данные где-то должны храниться. Безусловно, на мой компьютер был установлен рут-кит, так как единственным спасением от того, чтобы твой компьютер произвольно не выключался и включался ночами, были обновления и установка компьютера по новой. Но что делать, если Wi-Fi-то взломан? Заходить с телефона, так телефон тоже живет своей жизнью от прошивки до прошивки. Если вы заподозрили, что вас взломали, посоветую снять образ системы и нести специалистам по кибербезопасности. Которых днем с огнем, правда, не сыщешь. Итак, мы имеем, что мой компьютер и мобильный телефон цензурируются, потому забудьте о том, чтобы хранить какие-либо важные данные на них вообще. Пси-террорист слышит, как ты набираешь пароль. Так у меня, таким образом, у меня увели аккаунт, возможно, один. Потому я начал использовать Google-индификатор для каждой учетной записи, двухфакторную степень защиты. А, к примеру, тот же самый YouTube, где я пощу данные видео, постоянно обновляется случайно с генерированными паролями, которые я нигде не оставляю, забиваю в поля даже несмотря на них, а восстанавливаю доступ через тот же Google-индификатор и код на почту. Да, муторное занятие, но чтобы угнать этот аккаунт, придется изрядно постараться. С моей кредитной карты пытались дважды перевести деньги криминальным путем, пользуясь приложением в телефоне. Подразумеваю, что хакеры научились подключаться к твоему телефону или дублировать сотовый номер. На мой телефон названили постоянно «Просяк трубки какого-то Давида», а также просили поручиться за Ангелину, не помню, общество, для того, чтобы взять кредит. Я говорил банковским служению, что не знаю такую и вообще, откуда у них мой номер. Итак, настало время вернуться к тому, что я успел за это время пережить. Для чего бросать курить, знаете? Хотя я курю с натяжкой полтора года, потому что до этого 8 лет не курил. Чтобы эффективнее выводить вас из равновесия, пока вы корчитесь от никотиновой лунки. Я не радею за курение, но просто знаю, для чего все операторы пытаются давить на все ваши вредные привычки. Полные пачки первые два месяца я выкидывал без сожаления, потому что думал, что меня все-таки могут вербовать в секретную службу. Здесь я был наивен, как и многие. Да и нужно понимать, что секты должны быть по умолчанию запрещены законом. Только вот запрещены ли? И сколько их работает? Если начинать с кабалы, в которой управление членами идет на основе их компроматов, то можно понять, почему их так много в правящей партии. И почему, кстати, правительство ушло в отставку? Судя по всему, с этой системой, если подключить, можно столько дерьма накопать на каждого, что СМИ будут наперебой вещать вам эти компроматики без остановки. А по сути, если используют потенциалы этой ПСИ-машины, то стоило бы подключить всех из правоохранительных органов и всех, кто служит в правительстве. Коррупцию можно было бы победить за три года. Вместо того, те, кто давали клятву Гиппократу, с радостью продолжают брать взятки и закрывать глаза, что их народ уничтожает. Я думаю, подобные технологии начинали использовать в Китае, чтобы перед казнью чин из правительства или военный преступник мог невольно рассказать всю правду. Из нее просто выкорчевали бы. Но по иностранным информационным источникам, как всегда, говорят, что все растет из Америки. Итак, мне говорили, что меня вербуют в кабалу. То в иллюминаты, то в череп и кости, то в ФСБ. Как вы знаете, пси-операторам верить не с руки. Но откуда мне было знать поначалу? Меня заставляли зимой в мороз ездить на дачу ночевать. Либо так стыбались, либо проверяли дальность действия сигнала. Спал под несколькими одеялами в морозном помещении. Я ночевал в машине в разных частях города в зиму, в стужу. Также покидал город в надежде потерять сигнал всех террористов. Но вот что я вам скажу. Здесь вам враги будут все линии электропередач, сотовые вышки на дорогах, что покрывает большие зоны. Все, что образует электромагнитное поле. Потому что скрыться от сигнала нереально. Я искал зимой старые бомбоубежища. И там сигнал несколько тише, но все равно пробивает. Не настолько, чтобы он исчез. Насколько я понимаю, сигнал можно передать именно через сотовую связь. Будь то базовая станция или спутник. Да и картинки из интернета подсказывают это. Кстати, если идет снег за окном, то их разговоры значительно менее слышны за искажениями. А вот дождь вам не в помощь. В дождь лучше слышно. Хотя искажений тоже довольно-таки много. За год из меня вытащили все подноготное, пытаясь нарыть на меня компромат. Чтобы я потом стал для этих невидимых хозяев игрушкой. Чтобы беспрекословно выполнял бы их приказы. Но, как я им говорил, пока вы наблюдаете за мной, я наблюдаю за вами. А еще вы оставляете множество следов. Жаль, что продажный волжский отдел полиции, прокуратура и ФСБ не реагируют. Те тоже оставляют множество компромата. Тем, как отмазывают преступников. И тех, что избивали меня дважды. И тех, кто занимается харазмитом через V2K технологию. В интернете проще зовут «Голос череп». Тут же вспоминается двое, что подошли сами ко мне и обозначились бывшими работниками ФСБ и МВД к офису парамсить по поводу парковки. Мол, живут в этом доме и вообще дом козлячий. Здесь свои правила. Вполне возможно, что они заодно очищают двор для своих. Потому что за это время большое количество новых людей заехало. И старых людей уже незаметно. Много соседей поменялось. Вполне возможно, что их беспредел крышует с бывшими сотрудниками по связям с настоящими. Да и касаемо того, что соседи одновременно появлялись в больницах, в которых я лежал, а после этого пропадали части медицинских документов, можно предположить, что и корочки у них тоже могут быть левые. Хотя, может быть, и настоящие. К примеру, кто мешает купить в переходе в метро, как раньше или по-современному, используя сеть ТОР. Я думаю, владелец такой корочки редко встречает желание удостовериться о наличии такого сотрудника в органах при предъявлении. А я советовал бы фотографировать и звонить в отдел, интересуясь, работает ли там данный господин или нет. Возвращаясь к мучениям, меня всячески разводили на бывших девушек. И так случилось, что с несколькими я общался, у которых папаша оказывались авторитетами. А если девочка в кабале, то у них, судя по всему, традиция такая, после того, как расстались, заказать своего бывшего, чтобы отмудохали. Это по словам все операторов. Они же мне рекомендовали больше не общаться с еврейками. Мало того, они мстительные, так секты стелят их под клиента под видом отношений. Нужно поженят, и будут трясти информацию с вас. Если вспомнить Илу Шанкот, она не раз упоминала, что папа у нее авторитет владеет банком экономом в городе Саратове, то однозначно, да, она особо присутствовала, как меня однажды повязали на Новый год, попутав с дебоширами и взяли в автозаке, а ее надзирающее лицо осталось в памяти. Был еще один случай, где национальная команда РУДН из представителей разных национальностей захотели по надоманному поводу, где были абсолютно неправы поговорить, как говорится, раз на раз. Естественно, данные народности не знают чести, потому на выходе я оказался в компании шести молодых людей, из которых по-русски мог общаться лишь один, оказавшись тренером по греко-римской борьбе. После того, как он зачал драку и пал, уже пал я, где в избиении меня принимали пятеро. Элла в тот вечер вышла из заведения и позже напомнила, что была там. Как вы думаете, чем все закончилось? Следователи в таком случае сразу меняют, и это уже традиция. Сделали так, что избивал вообще один. А сам прокурор мне объяснил, что судья новенькая, у нее первое дело, да и ты не выпендривайся, там серьезные люди. Я крайне рекомендую идти на мировую, что там уже все решено. Мол, серьезные люди поручились. Вот так суд. Были еще провокации, потому я более чем уверен, что в последних избиениях ее присутствие также может прослеживаться. Но подумайте сами. Я вижу ее в здании суда, где у меня проходит дело по избиению меня втроем. А после того, как она, судя по всему, посетила судью, дело прекратили, просто допросив меня. Запись о ее посещении должна остаться в здании суда. Или каким же чутьем нужно обладать, чтобы покрасоваться тем, чтобы пройти мимо офиса, именно в тот момент, когда я курю на лоджии, аж более трех раз. Совпадение? Не важно, причем в какое время. В 10, в 12, или в 3 часа дня я выходил. Ее случайное появление прекратилось после фразы «Вас всех сажать нужно». Следующая девушка, Ангелина, как она себя представляла, волчок, а больше по инстаграму ее можно узнать теперь по нику Алва, тоже в переписке со мной интересовалась, не бросила ли я курить перед тем, как покинуть город и уехать в Питер. Кстати, я упоминал уже ее. Странно, что истязание тогда назвали программы Ангелина и голос ее слышал. Возможно, подстава, возможно, все в натуре, как есть. Родители там тоже имеют отношение к ФСБ и ГОВД города. Стоит упомянуть Лилию Ведмецкую, с которой, несмотря на длительные отношения, но трогательные, пришлось попрощаться. Уехавшую в Канаду, судя по всему, знающую многих каббалистов, коей сама могла являться, тоже с папой авторитетом. А что, если все эти люди вместе по рукой связаны, знают друг друга и решили отомстить мне за дочерей? Из чего бы, кстати? Эта мысль не догадка, этой мысль мне поделились через пси-канал, сказав, что мне мстят теперь со всех подряд. Причин особой нет, подцепить за некрасивое поведение не за что, но вот желание определенное есть. Живет особо, правда, теперь в Канаде я уже говорил. Ну и Наталья Шейна, которая любила целовать меня в глазик, сказала, что однажды я все пойму и прекратила общение со мной. Странно, но встречи были исключительно по ее расписанию, а встретить ее с работой когда-либо оказывалось нереальным. Очень удивляли ее молчаливые разговоры в голову, мысленно. Я тогда смеялся, мол, я же не слышу ничего, ты же смотришь мне в лоб. Но однажды, возможно, услышишь и поймешь, говорила она. Сложно делать предположения, но, судя по всему, так как подруга у нее работала в спецслужбах и год, как покинула город, возможно, она также имела отношение. Но однажды я хотел подловить ее после работы, и все операторы говорили, что она выйдет из подъезда, и мы действительно встретились сиюминутно. Это была последняя встреча. Ни на какую связь она со мной не выходит. Хотела покинуть город для переезда в МСК. Был у меня товарищ Игорян, который наведывался, чтобы пообщаться. Так в первые дни, когда он по полной, когда меня по полной облучали и прессовали, он просто сидел на полу, зачастую безмолвно. Мне было интересно, он тоже слышал соседей сверху или просто устал. Во второе, верилось меньше. Позже, без причин, он также покинул город и удалился из друзей. Странно. Но он тоже переехал в МСК, попутешествовал. Кто знает, в чем он замешан? Что мне приходит в голову? Чтобы насытить тело необходимой концентрацией вещества, так, чтобы вы слышали, требуется, возможно, не один день. Возможно, требуется месяца или года. Хотя, если вводить вещество венозно, то скорость, естественно, можно повысить. Когда я ложился в железнодорожную больницу, я также отмечал, что вновь прибывший пациент этажом ниже странно угадывал, когда я выходил курить вне зависимости от времени суток. Иногда следовал за мной, как будто следил. Странно, нейродермит погасили, но после лечения я снова стал слышать лучше. И многие симптомы вернулись. Возможно, в больнице также через капельницу прокололи данное вещество. Так что я не исключаю, что медбратьев легко подкупают, чтобы те прокололи необходимые препараты. Либо показывают корочки. Вообще удивительно, к двору, где я живу, за год явилось более сотни скорых, что я сбился со счета. Возможно, у двора прокуратуры сходится множество радио, сотовых и телевизионных вышек, что даже зачастую здесь связь падает. До 3G, Эдж, потом обратно ЛТЕ, что говорит о дополнительной нагрузке на организм. И все жители этого двора страдают нещадно. Усиляет страдания, как ни странно, дома напичканные вай-фай. В больнице, где есть значок радиации, аж фонит. И по идее, для Target Individuals подобные процедуры крайне вредны. Удивляет то, что все бывшие товарищи и друзья больше не желают поддерживать связь, ссылаясь на занятости и так далее. Но в одном они неуклонно едины. Бросай ты все это. Ты ничего не докажешь. Их слова пока сбываются. Оттого жаль смотреть на Россию, жаль смотреть на облучаемых каждый день жителей городов, что животные домашние сходят с ума, а тараканы с грузинами уже покинули наши многоэтажки, как уже непригодные для жизни. Помню, в первой неделе особых экспериментов тараканы вылазили лапами вверх, позже их вообще не стало. Голуби, такое впечатление, что стали скрещиваться с воронами. Появились в округе странные черные породы. Что говорить про стариков? Большинство в округе в прямом смысле сходит с ума. Все эти излучения способны кардинально развивать онкологические заболевания. И Саратовская область здесь не на последнем месте. Нас плавно всех, и кто подключен к пси-террору и является простым обывателем, облучают. И все мы от этого еще сильнее болеем и быстрее умираем. Если отдельно говорить о дворе Следственного комитета города Саратова, то, как я говорил, сюда за год наведывалось уже сотни скорых помощи по разным адресам. Несмотря на то, что я пытался предупредить людей расклеенными листовками, что здесь проводят эксперимент, что двор не лучший сам по себе. Помимо глушилок из соседнего здания прокуратуры, здесь перекрестный огонь из сотых вышек. От того слышно лучше всего. Как в принципе и у Волги, где пространство не скрыто какими-либо зданиями. За это время какие только сумасшедшие вещи люди не творили здесь. Речь уже не о выживающих из ума пенсионерах преклонного возраста. И молодого возраста люди в прямом смысле сходят с ума. Крайне подвержены агрессии. Кто-то прыгал из окон, у кого-то не раз горели квартиры. В общем, во дворе развелось множество реально сумасшедших людей. Но, как вы понимаете, самой правоохранительной машине на этой чистой воды насрать. Они лишь фиксируют и ни в чем не планируют разбираться. И так город Саратов начинает оправдывать город продажных полицейских и криминальных структур. Оно и видно по долгам области, а сама она вымирающая дотационная область. Но не все так просто. В городе напротив в Энгельсе военная база авиации. Сюда некоторое время к военным частям стягивались кордоны. Область насыщена ракетными шахтами, а по военному и химическому производству даже по Скрипалям Саратов по телевизору засветился. И так у меня была единственная мечта покинуть этот город, но меня искусственно привязали к нему. Мало того, что эти пси-операторы обещали и я зря окупился, что если распродам активы и уеду срочно, то меня отключат, то тут я был кинут дважды. Во-первых, от полтора миллиона когда рынок просел за бесценок. Эти грохи я проел и вложил в судебные тяжбы. То есть накормил по сути дела всю правоохранительную систему. Так еще естественно целый год я находился на лечении. Я чистил себе кровь, прокапывал капельницы реамберином, чтобы вывести тяжелые металлы. Так представьте, как больному человеку, которого постоянно теперь тянет на сон, болит голова, этот радио сотово и свчешный прессинг сильно влияет на органы координации, что я хожу шатаюсь. Болевой порог понижен, я практически не замечаю боли, когда об что-то ударяюсь. Здоровью нанесен непоправимый ущерб, в том числе из-за волоки правоохранительных систем. Я-то ожидал, что быстро расквитаясь судами, а дел теперь по ним все больше и больше, как и противоправных действий в отношении меня. Это настоящий дидос травли, как вы представляете найти себе работу в таком состоянии невозможной, какой работодатель хотел бы, чтобы мысли его работника кто-то читал там, а во время работы и сна ему наговаривали бы в голову без остановки. Что ты делаешь, государство, с нами? Где твоя поддержка? За какую надежность мы голосовали? За какую борьбу с коррупцией? Кто вы пси-террористы? На чьей вы стороне? И чего вы добиваетесь? Пока в голову приходит одно, евгенисты, которым все равно на судьбу своих детей и внуков. На месте криминальных структур я задумался бы, из вас делают пешек для выполнения грязных заданий, а все ценности выпотрошат на основе компроматов. На месте честных правоохранителей я задумался бы, сколько им предстоит информации освоить, чтобы понять масштаб катастрофы. Неизвестно, кто российские ли исключительно спецслужбы ведут терроризм. Или продажные ФСБшники оказывают влияние на все остальные структуры, а сами финансируются какими-нибудь американцами. И вообще это пробная программа для революции. ФСБшники